и это проверить очень просто, потому что это заключение является открытым документом. Аналогичные дебаты развернулись в парламенте между оппозицией и большинством и в ходе принятия утверждения бюджета на 2011 год. И здесь мнения расходятся. Так, на кого же в реальности рассчитан бюджет 2011 года? Конечно, при обсуждении бюджета оппозиция находится в более комфортной ситуации, потому что оппозиция может требовать, выставлять любые требования. То есть может выставлять требования повысить пенсии, может выставлять требования бесплатной медицинского обслуживания, может выставлять любое требование. Но на большинстве и на правительстве, конечно, лежит груз ответственности. У нас есть определенная сумма денег, которая называется бюджетом. И мы должны распределять эту сумму таким образом, что с одной стороны, конечно, и имелась система социального обеспечения, и повышались пенсии, и помогали людям, которым нужно помогать. Но с другой стороны, если все деньги пускать в социальную систему, то страна просто прекратит развитие. И тогда в будущем году и в еще будущем году экономики будет меньше, денег будет меньше. И для всех, в том числе для тех людей, которым нужна социальная помощь, социальной помощи будет меньше. То есть нужно распределять, балансировать эти деньги, эти доходы таким образом, что с одной стороны, страна не переставала развиваться, это главная цель, а с другой стороны, помогать и брать все эти социальные обязательства, которые мы должны брать. И я думаю, что этот новый бюджет как раз сбалансирован таким образом. С одной стороны, мы тратим 900 миллионов лари, практически 1 миллиард лари. Это больше 15% нашего бюджета на пенсии, на пенсионное обеспечение. Я, конечно, понимаю, что пенсии сегодня, несмотря на то, что они многократно повысились за последние 7-8 лет, сегодня недостаточно. Я бы сам хотел, что сегодня пенсия была не 100, а 200, или 300, или 400 долларов. Но давайте посмотрим на реальные возможности. Реально сегодня это невозможно. То есть мы будем выплачивать, мы выплачиваем, мы тратим 900 миллионов лари из нашего бюджета на пенсии. И мы постараемся потратить больше, но все должны понимать, что если все деньги, все бюджетные доходы уйдут на пенсию, то тогда мы не сможем платить, например, жалование полиции, мы не сможем платить жалование учителям. А повышение жалования, я думаю, не менее важно, чем повышение пенсии. Все одновременно не получается. Если мы будем все деньги пускать в социальную сферу, мы не можем развить нашу инфраструктуру. А если не развивать инфраструктуру, то в страну не приедут туристы, в страну не приедут инвесторы. Это значит, что наша экономика не будет развиваться, и тогда в будущем году у нас будут проблемы гораздо больше. То есть все должны понимать, что распределение бюджетных доходов – это баланс. Баланс между социальными обязательствами и между будущей перспективой и развитием государства. И оппозиция находится в более комфортном положении, потому что она всегда может выставлять предложения, которые выставлены в пользу социального баланса. Но мы все должны понимать, что если этот баланс будет нарушен, если в стране не будет развиваться инфраструктура, если не будут инфраструктурные проекты, если не приедут туристы, если не будут инвестиции, то мы не сможем создать новые рабочие места. Это значит, что для всех жителей этой страны будущий год будет хуже. А наш главный приоритет как раз в том, что все будущие года были хоть немножко лучше, чем этот год. Поэтому главный приоритет этого бюджета все-таки не социальная сфера, а будущее развитие страны. Это обеспечение большего развития страны, большего развития экономики. Это главную очередь создание еще больших рабочих мест, с тем, чтобы люди работали, чтобы у них были зарплаты, чтобы у них были доходы. Вот это главный приоритет нашего бюджета, чтобы экономика работала, чтобы экономика развивалась и чтобы создавалось еще больше рабочих мест. Это главный приоритет. Но я еще раз подчеркиваю, что вместе с этим, конечно, мы будем финансировать все приоритетные проекты в социальной сфере, все приоритетные проекты в сфере образования и бюджетное образование в будущем году растет в сравнении с текущим бюджетом. То есть мы будем финансировать все приоритетные сферы. Но основная наша цель, основной наш приоритет это развитие экономики, это создание новых рабочих мест для наших граждан. И я думаю, что наш бюджет ориентирован в этом направлении. Да, именно про сферу образования, здравоохранения и сельского хозяйства заявляют представители оппозиции. Когда мы говорим о финансировании, мы должны сопоставлять эти цифры к ВВП. То есть выросла экономика у нас, это означает, что пропорционально должен вырасти финансирование. Если в прошлом году было где-то 553 миллиона лари на образование, а сейчас у нас 554 миллиона, то есть выросло на 1%. Это не серьезно говорить о росте, почему? Потому что в отношении ВВП у нас не наоборот идет все. В прошлом году в отношении ВВП у нас было финансирование где-то 2,7%, в этом году 2,4%. В будущем году будет 2,4%. Это означает, что у нас реально никакого роста нет. Проблема касается того, что нам говорят, что, например, в высшем образовании нет коррупции, что там сдавать без коррупции можно. Но потом учить можно там учиться, там принимать образование можно в университете, потому что вы знаете, что стоит 2150 лари там учиться, да, максимум. Когда студент идет и он сдает экзамены, это как бы является битва за получение финансирования, в конечном счете из 22 тысячи абитуриентов, которые сдали в прошлом году, финансирование только получили 8 тысяч. А в здравоохранении вообще идет катастрофа, там в прошлом году было на программах здравоохранения где-то 370 миллионов лари, а в этом году будет где-то 340 миллионов. На 30 миллионов лари меньше, чем в прошлом году. Я думаю, что это бедствие для нашего населения, в первую очередь для тех, у которых нет так называемой полисы. Вы знаете, что государство тому, у кого нет полисы, дает программы, а программы действуют только на детей до 3 лет и за 60 лет. Например, программа онкологии, если у человека есть проблема, онкологическое заболевание. Ему говорят, что давай тебе 45 лет, давай 15 лет жди до 60 лет, потом государство тебе денежное поможет поставить программу. Это несерьезно. Вы знаете, 15 лет для онкологического заболевания, что это означает? Если мы хотим идти вперед к Европе, в Европе в 17 раз больше финансирования здравоохранения, чем у нас. Наша страна является на последнем месте в том плане, что у нас где-то 70%, которые идут деньги в здравоохранение, идут с кармана. То есть бюджет финансирует только 30% того, какие расходы идут на здравоохранение. К сожалению, проблема в образовании тоже самая, социальная политика образования вообще-то катастрофических. Да, хотя мы достигли того, чтобы все семьи, которые являются под линией бедности, под 70 тысяч очков, все эти семьи, у которых есть дети, которые идут в школу, они получат бесплатно от государства книги. И это, я думаю, что достижение нашей фракции, христианно-демократической фракции. Но за это очень много стоит проблем. Поэтому мы думаем, что реально те цифры, которые нам дает правительство, это как бы манипуляция цифр. Реально у нас никакого роста финансирования и здравоохранения, и образования нет. Христианно-демократы также утверждают, что в новом бюджете не учтены расходы, нету должного внимания на регионы. Что бы вы сказали по этому поводу? Ну, я думаю, что это не соответствует действительности и некорректно, потому что парламентское большинство, как раз это правительство, это парламентское большинство начало уделять очень большое внимание регионам. То есть мы были то политическое большинство, та политическая сила, которая впервые начала финансировать грузинские регионы. Мы приняли закон о самоуправлении, где прямо записана формула, по которой все наши регионы принимают справедливо, принимают трансферы и финансирование с центрального бюджета. Мы были той политической силой, которая приняла так называемую специальную сельскую программу, программу для сел Грузии, по которой каждое из селов Грузии получает конкретную сумму денег, и это уже зависит от жителей этого села, как они будут тратить эти деньги сами. То есть мы начали эту программу, мы эту программу увеличиваем в этом году, мы увеличиваем финансирование местных самоуправлений, мы увеличиваем региональные трансферы. То есть в предыдущем году как раз критика шла в обратном направлении, что очень много денег идут в регионы, и очень много денег идет на региональные трансферы. Вот в этом году сейчас нас критикуют в обратном направлении. То есть налицо та же самая тенденция, что за один и тот же процесс нас могут критиковать с двух разных направлений. С одной стороны нас критикуют, что мы тратим очень много денег на регионы, с другой стороны одновременно.